Это им тоже нужна голда на какие-то минимальные артефакты. А Warlocker Spirit там, в той команде, в Reconant eSports могут обойтись без особых каких-то предметов. Давайте зальём на Reconant eSports. Какой коэффициент на Reconant eSports? Я, напомню, заливаю там в Telegram канал. В ВК есть группа, так что, если вам будет интересно, вы подключайтесь. Коэффициент на первую карту, вообще, это Best of 1, я напомню. Коэффициенты равны, на Reconant 1.81. Ну, давайте, 5400 максимальная ставка, я поставлю 3500. Как бы так. Так, тут тыкают варды. Так, я сделал ставочку, сейчас в Telegram опубликую её. Reconant eSports имеют все шансы сейчас забрать эту карту, благодаря тому, что... Благодаря тому, что у них пик более на лейт рассчитан, и он сработает, скорее всего. Помимо этого, у них больше практики было в последних матчах. Ну, Morphling сейчас ничего не качает, можно вкачать перекачку, а потом какой-то Adaptive Strike, хочет себе покупать в Rise Band на статы. Всё понятно в этом случае. Надо унизить, кстати, Марса, бога войны. Думаю, получится это сделать. Morphling будет стоять против Ember Spirit. Ой, Morphling, извиняюсь, пак будет стоять против Ember Spirit. Ember Spirit запулен тангусиком, и, в принципе, всё отлично у него. Так, начинается у нас борьба за руны. Хорошо ворует руну. У нас Earth Spirit. Два духа у нас в сегодняшней игре. Ой, проблемы могут быть у него. Да, он, скорее всего, погибнет в этом случае. Да, очень много урона насосал. 56 урона насосал. А, и ТП можно сделать. Делать ТП на базу хорошо, шикарно сыграно. Шикарно сыграно от товарища Earth Spirit. Он украл руну, в итоге у нас по рунам... Ну, у нас всё равно 2-2 по рунам. Но не дали какой-то... Не дали... Старт хорошей команде Сил Тьмы. Где делать ставки? Ну, я могу кидать ссылки. Ну, вся ссылка в сети появится. От нуля рублей? От нуля к... К чему? От нуля рублей? Чё-то не понимаю. Типа лимит ты имеешь в виду? Лимит, типа минимальная, максимальная ставка? Ну, 1х. Вот. Там есть ссылки, есть... В описании канала, когда они напали на Сэн Кинга? Что? Он АФК стоял! Он стоял АФК, лол. Что это за бред? Ладно. Нападают, кстати, на Рейзера. Не буду повторять это... Странного му. Он просто стоял АФК. Наверное, он умирал. Просто я не знал, что он умрёт. Вот. First Blood для Рейзера. Ну, вот так вот как-то. Как-то вот так вот. К примеру. Я понимаю, к примеру. Но вопрос будет чёткий задан или нет. Меду Паку нас комфортно чувствует против Эмбера. Ну, самый экшен будет... Мне внизу интересно посмотреть. Там Марс всё-таки. Марс будет стараться тут как-то нападать. Как-то выкручиваться на этой линии. Но Мофлингу не помешает он здесь фармить. У Мофлинга хороший дэмэдж. Он перекачался до 420 хп. У него порог здоровья сейчас маленький. Но он не подставится. Он очень мобильный. Его сейвит Варлок. И думаю, что всё будет более-менее у него. Ну, как бы вот так вот. Давайте посмотрим тогда, что у нас на топе. На топе у нас такие события происходят. Хотят унизить Рейзера, но не получается это сделать. Он хорошо сейвит. Курьер-курьер, кстати, будет сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть не хватает. Курьер быстрее. У него 380 мувспида. В отличие от Эмбера. Очень быстро убежал курьер. Хорошо сейвит. Она хорошо контролит курьера. В Нину Зу у нас проблема у Морфлига. Ой-ой-ой-яй-яй-яй. Как же он задоджил копьё Марса. Шикарно. Скинь ссылку тогда, пожалуйста. Да, она сейчас сама появится. Здесь она будет... Ну, тут на автомате она будет появляться. Поэтому... Кстати, проблема Марса. Марс, лоу хп. Марс, 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 Марс. Умирает Марс. Умер Марса от... От скилла Варлока. От... Фатал... Боунс. Ну, молодец, Варлок. Хорошо он всё сделал. Ну, он просто кинул его. И... Тот должен был расстояние держать, чтобы... Так не... Получать дэмэдж по себе. 13-7 у Марса. 14-7. 21 на 3 у пака. Пак вообще шикарно себя чувствует. Он... Вообще против Эмбера. Прекрасно добивает. Прекрасно денает. И всё. Будет у него, наверное, на Блинк Даггер. Потом... Развлекаются на топе персонажи. У Сан Кинга. У Сан Кинга 5-0. Ну... Относительно... Относительно... Морф Фармит это хорошо. Морф Фармит это супер. Ему всё внимание уделяется. Команда пытается... Ой-ой-ой, как пригибается от стана. Можно было бы как-то убить через вейформу, грубо говоря. Почёл вейформу Морфлинг, чтобы уходить на ней. Если нападут на него. Хорошо, удачного тебе комментирования. Кстати, вот стрелочка у нас. Она стоит на... Кого нужно ставить. Поэтому вы меня не спрашивайте, на кого нужно ставить. Вот она. Вот. Ставить нужно на силу света, если вы хотите сделать ставку в лайве. Подписывайтесь на Twitch-канал, если вы не подписаны. Если вам нравится трансляция. Ну... Кстати, прожал фласточку. У нас лишь рачок. Лоу-хп. Бэтрайдер на топе. Ну, он теряет время. Он уйдёт на базу. Тем временем, Резор фармит. Добивает. Спасибо за... Да, за удачно комментировать этот матч. Два прайсбэнда у Мофлинга. Кстати, Лешачок мог бы и приплыть в этом эпизоде. Ну, нету станов, нету контроля на него. Был бы один стан. Всё. Это был бы килл. Там Мофлинг бы нарезал очень сильно. Появляются руны. У нас... Богатство. Пока 2-2 будет бароном. Гонят Вайлга. Мимо стан. Не попадает лишь рачок стану. Ну, ничего. Это бывает. Мофлинг комфортно себя ощущает. Добивает кипа за крипом. Ломают фарм. Расперед сломал. Спасибо за подписку. Спасибо. Кин 13 из 7. Спасибо. Так. Что у нас происходит? Пак у нас фармит крипов в лесу. Прожал шрайн. Бэтрайдер стакки напалма делает по... Станкингу. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. 2-1 у нас по счету. Морфлинг 32 на 12, 40 на 10 пак, общую ценность, включим героев. Ну, хорошо, морфлинг, отличный у него нетворс, как по мне. Рейзер, правда, на первом месте, но ничего страшного, я считаю, морфлинг опасный все равно персонаж с этими нетворсами. Если сравнить Резора в лейте и вообще нетворсы морфлинга, то лучше будет, конечно, ощущать себя морф, потому что собирают хорошие предметы, если у него ультимейт превращается в Резора, грубо говоря, кастует на него статик линк, высасывает дэмэдж, нарезает бэкабэйс, если у него еще будет, допустим, против какого-то эмбера, чтобы не стоять, станы лешака как-то вейдить, избегать их. Ну и мобильности морфлингу может не хватить в этих случаях. Кстати, тут лешачок нахлый как-то вышел, убьют его, наверное, здесь. Да, он умрет. Умирает лешак, минус лешак, дабл дэмэдж есть оверспирита, никого он, скорее всего, не убьет. Может поставится здесь пак, пак, паку больно, как же паку больно. Ой, пак погибает, как же ошибается пак, у него же был фейсшифт, но он не использовал его. Когда эта ссылка уже появится. Да я хизы, не появляется эта ссылочка. Вручную сделаю. Вот еще ВК есть мой. Там приличное количество людей. И вот еще чат в Телеграме вам кидаю. Не появляется что-то. Я не знаю, бывает появляется, бывает нет. Морфинг нападает на Марса. Ну, Марс жесткий, Марс очень жесткий. Марса просто не взять. Напоминаю, я сделал наставку я на Риконинг Еспорт на первую карту. На Бест оф 1. Это Бест оф 1, одна карта, поэтому... Завтра в 6 утра буду комментировать, так что подписывайтесь на Twitch, кто не подписан, ребят. Ой-ой-ой, убили масса внизу. Морфинг хорошо отыграл в этом эпизоде. Был за кастовом Adaptive Strike. Ультимейк, кстати, он получил уже. Еще не использовал ни разу его. Санкинг у нас. Что хочет Санкинг? Санкинг хочет купить себе Дискорд. Ну, увеличение маг-дэмэджа по героям команды Хоа. Ну, они комфортно стоят на линиях. Я вам скажу так, что... Тут борьба, тут люди потеют, чтобы выиграть игру. Морфинг уже 3 Вест бенда, хочет себе Яшу. Ну, будет быстрее фармить, будет быстрее передвигаться. Нападает на Санкинга. Санкинг, Санкинг живет. Санкинг живет. Высослили у него 52 дэмэджа. Кстати, если бы был эпицентр Санкинга, можно было бы, кстати, убить Герезора. Как-то на развороте, там, кастануть. Но пока не хочет этого он делать. У него не хватает и более левела. Тем более Блинкдаггера. Еще нет у него, этого парня. Все-таки радиус Брустайка не такой классный. Нападают на Бэтрайдера. Уже минус 0 Рейзера. Был Дрим Койл. Ой-ой-ой. Ошибся Санкинг. Думал, что... Сейчас просто Эмбер начнет кастовать свои спелы. Уходят в итоге все втроем. Просто все ушли. Хорошо сыграно от команды Reconic E-Sports. Ну, сейвил, сейвил там Санкинг своих тиммейтов. В итоге побоялись идти, появляются руны. Можно сейчас как-то кого-то подцепить. Есть голем, кстати, у Варлока. Варлок вообще страшный в этой игре. Посмотрите, как он выглядит. Страшнейший Варлок. Такого встретить в переходе, это вообще шок-контент. Морфетский находит руны хосты. К нему летит уже Блейд. Да, к нему летит Блейд у Фалакрити. Все верно. Скоро будет Яша. У него хоста. Можно сбить. Ой, сбивает копьем. Ну, можно было сбить. И начинает нарезать морфетский. Ой-ой-ой, торчит копье в морфета, дает стан ему. Тут фай, тут улетает у нас на базу Варлок. Кинг спред Варлока. Работает его все-таки этот скилл. Хорошо. Морфик сам на линии. Фри-фарм у него полнейший на данный момент. Просто полнейший фри-фарм у человека. Ничего ему не мешает. Ну, будет Монтестал, скорее всего, у морфлинга. Может быть, соберет все-таки он линку. Ну, хотя линка, 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 линка. Не, ну, здесь линка, в принципе, работает. Его не сможет подцепить быстро бэтрайды. Резор не высосит дэмэдж. Хотя, я думаю, если Резор 1 на 1, если Резор дерется с морфом вообще в драке, то морф побеждает. Достаточно просто превратиться с помощью ультимейта. Ой-ой-ой, у Резора проблемы. Резор нападает. Это минус Резор будет. Хороший выход. 9-4 уже. 3000 преимущества за команды Реконинг Е-спортс. Хоа пока не могут собрать. Ой-ой-ой. Что он делает? Сексуально. Нижний тавер падает. Выходит тут по диаболикам. Диаболиками, конечно, в единичку вкачаны. Прилетает. На дэв сюда пак. Ой, может быть очень классный Дрим Койл. Тут видят вард, всё, но он не видит подхода союзников. Видят пака. Пак ныряет. Можно, можно что-то делать. Ставит Дрим Койл. Хороший Дрим Койл. Встан мимо. Минус сразу же моментально Марс. И минус будет лишь очок. Минус лишь очок. Хорошо. 5-150 уже у пака. Отлично. Наш прогнозик потихонечку заходит. Но ещё не факт. Не факт, что всё зайдёт. Могут камбэкнуть всё-таки Хоа. В итоге ещё убивают Эмбер Спирита. Эмбер погиб на топе. 542 голды. Здесь... Это был другой файт. Здесь эпицентр был вкастован. Ну, понятно, его быстро убили. Он мог улететь как-то на Римнанте. Там как-то... Мобильный всё-таки персонаж. Но не успел ничего сделать. Майл Сторм, кстати, хочет себе купить. Кстати, это может быть... Это может помочь ему в драках. Морфлинка 3 Врэйсбэнда. Куча статов. Очень удобно добивать крипов. Дэна этих... Больно Марсу. Очень больно теперь. Марсу даже с пассивкой больно. Вытолкнул его ещё и копьём зачем-то. Ой-ой-ой. Голим по двоим. Это будет минус 2 сейчас. Лол. На равном месте пика не попадает. Но умрёт. Там 100% Марс. Килл для... Пака. Но можно было бы погнаться ещё за... Эмбером. Но мэмбер мобильный. Слишком. Будет падать Тавер. Больно, конечно, по Таверу. Пробивает Морфлинк. Падает Тавер. Килл-экспири от Пака уже. Даблкил. Просто человек перетянулся. Сейчас убьёт ещё Бэтрайдера. 5000 преимущества в Враконит Е-спорт. Хорошо. Хороший выход вообще. Эмбер хочет как-то дефать. У него неплохо это получается. Но не бояться. Там стоит ещё Голем. Он ещё будет длиться 13 секунд. Морфу уже что-то опять летит, по-моему. Не, не летит ему ещё ничего. Собирается купить себе... Что же он хочет себе купить? У него есть ПТ. Да, он потратил деньги на ПТ. Сейчас у него очень много статов. Он очень ловкий. Он очень много дэмэджа вносит. Также у него есть Adaptive Strike, который зависит от его ловкости. Это шикарнейший персонаж, который играет только через ловкость. На силу его не собирают. Это бред. Правильная сборка, правильное расположение на линии, и ты выигрываешь игру. Так и получается. В смоках находится команда. Хоа цепляют Морфа, могут его зацепить. Он перекачивается, вовремя перекачался. Есть вейформа у него, уходит на вейформе. Там есть Шрайн. Нажмёт Шрайн, надо нажимать Шрайн, он может умереть. Когда Морфлинг рискует, он перекачивается до минимума почти. Дримколл, хороший димколл. И на развороте сейчас убьют просто... Это будет моментальный минус 2. Моментальный минус 2. Также Epicenter туда, всё туда. Роллинг Болтер от Earth Spirit чуть-чуть не докатился вон до Эмбера. Тут ловят Бэтрайдера, минус Бэтрайдера, Adaptive Struck залетает в лицо. Так что ловят здесь Эмбер, у него нету маны, у него ничего не... А, появляется мана, он убивает в итоге ещё Earth Spirit, но это ничего страшного. Байбэк от Бэтрайдера сразу же, моментально. Есть здесь подкоп от Санкинга, может быть, но могут максимум подцепить это Варлока. Варлока всё-таки подцепят, скорее всего. Да, он умирает. Идёт погоня за Санкингом. Санкинг... Вот это хороший выход был от Хоа. Ошибка от Риконинг Еспортс. То есть убьют, скорее всего, здесь ещё Санкинга, но нет, он выживает. У него есть песок, сосёт дэмэдж морфлинг. Морфлинг, наверное, больше насосал в итоге. Нету Epicenter 64 секунды. Всё, закончился выход. Все ушли, все живы. В итоге всё равно в плюсе Риконинг Еспортс. То есть было закастовано очень... Было 4 пару страйка, 3 Саншторма. Были также у нас Сайленсы от Пака. Два их было. Ор-Арбэй летали в Дим Койл. Всё вкачали. Всё вкачивали в эту траку команды. Очень много спылов. Пак у нас с Блинк Даггером, Трэвала. Очень мобильный. Чрезвычайно он мобилен. Поэтому, как бы, вот так. Напомню вам, что если вы впервые на моём стриме, то я всегда после пиков даю предикшн, прогноз, ставку и опубликовываю в своих социальных сетях. В ВК, в Телеграме. Вот. Вот так. Если интересно, подключайтесь. Поэтому жду вас с нетерпением. Ну, если жрачок, ставится арена от Марса. Начинает нестрелить по Марсу. Уже даблкил от Руспириета и превосходство от Морфлинга. Также лупят здесь ещё у нас Эмбера. Эмбер погиб. Санкинг добивает его всё-таки. Так, дальше идём. Ой, Резора проблемы могут быть. Ультимейт от Резора. Но он быстро, он мобильный. Его за ним не побегут. Дальше до конца. В миде какой-то экшен. Покопают. Эмбер. Ой-ой-ой. Эпицентр и Голем залетают в лицо. Боже мой. Как же... Как же просто разорвали сейчас... Ой-ой-ой. Просто три героя в таверну на ровном месте. Это без шансов. Это ж... Без шансов. Да, я видел. Пусть это мид тавер. Да. Напомню, ставил на первую карту от... Реконинг и Спортс. Ну, пока вроде всё по сценарию, но... Теория камбэка всегда работает. Теория по актикам. Почему нет? Тем более, такие персонажи, они камбэкают. Чё, Эмбер может камбэкнуть в игру. Резор тоже. Понятное дело, по надворцам они просели конкретно. Но они стараются не отставать. То есть, там 13 тысяч в сумме. Но это за счёт того, что саппорты вот богатые у Реконинга. Кстати, на Рошана они вышли. Может быть, Рекон Рошаня. Прекрасно понимают, что там убивают его. Команда начинает ревопироваться вокруг него. Могут поймать здесь... Бэтрайдера. Ой, Дримко ловит Бэтрайдера, Бэтрайдер умрёт. Ой, как больно ему. Как же Морфлинг нарезает. У Морфлинга уже всё есть. И Мотостайл. Очень больно. Минус-сошан для Морфлинга Регис. Викет-сик уже для Пака. И он стаповал для Морфлинга. У Морфлинга уже сейчас всех здесь убить. Он даже Монту ещё не нажимал. Викет-сик. Монта. Мега-килл для Сан Кинга. 13 на 8. Просто какое-то избиение мальчика. Да, Бэтрайдер чуть-чуть не хватает. Ой, пассивочка. Работа Сан Кинга. Ну, я не знаю. Мне кажется, что... ГГБП это, скорее всего. Да. Да, вот это сильно. Ну, не пишут ГГБ. Видно, могут камбэкнуть. Подписывайтесь. Вот ссылочки в чате. Там есть на мои ресурсы. Если вам интересно, если хотите быть в курсе всех событий, то... милости прошу. Также подписывайтесь на Twitch. Что касательно игры, пак вообще просто... У него и ула, блинг, тревелла, есть морфлинг. Уже почти у него есть дробаш. То есть это Эзериал Блейд. Ловкости уйму этого персонажа на данный момент. Боже, шикарно себя чувствую. Кстати, спасибо тебе за подписочку. Нападают в миде опять на кого-то. Нападают теперь на морфлинга. Ходили напасть. Не знаю, что это было нападение, но минус Бэтрайдер. Сверствует уже у нас морфлинг. Голем падает на голову. Дака. Красивая дака, кстати, по анимации, но минусует просто почти всех героев команды Хоа. Также умрет здесь, наверное, и Рейзер. Копают Рейзера. Год лайк от морфлинга, но это без шансов. спасибо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 1, 7 за подписку. Центральная башня сейчас будет падать. Т-3. Ловят, конечно, еще Эвер Спирита. Ой, Эмбер Спирита. Сайлент все стоит. Арб выпускает пак, и уже снова Кинг Спирит пак у нас. Счет у него 11-2. 9-0, кстати, у морфлинга. Морфлинг очень жесткий. Кому уже летит Эзериал. Готов Эзериал. На кого ставил? Я ставил на команду Сил Света. Нарконик не спор. Можете зайти и убедиться сами в моих чатах. Дабл килл. И уже превосходит багов. Морфлинг. Байбэк от Бэтрайдера. Начинается у нас драка. Статик Линк. Высосал дэмэдж. Высосал 128 дэмэджа. Товарищ Резор. Начинает нарезать морфлинг. Морфлинг с Эгисом. Морфлинг ничего не боится. Морфлинг может умереть. У него есть еще бессмертие. Ультра килл. Рампэйдж можно ему оставить. Если делает рампэйдж, то точно пишется ГГ. Скорее всего, это будет рампэйдж от морфлинга. Укатывается он в Рейзера. Превращается в Рейзера. Это буйство. Но можно писать ГГ, скорее всего. Но наказать можно также Пико. Пускает. У морфлинга проблемы. Морфлинг, морфлинг, морфлинг. Морфлинг указывается на вейформе. Боже, что он делает, этот игрок вообще? Что делает Юрвин на морфлинге? Это шок-контент. Просто какой-то превращается назад в Рейзера. Узывает первый спел. Отталкивает Марса. Можно отойти, в принципе. Но нет, копают Марс. Маст встанет. Дримкоилл по двоим. Адаптив страйк туда же. Арба пошла здорово сыгранно. Морфлинг снова превращается в Рейзера. Начинает нарезать. Виккинстик от Санкинга ГГ. ГГ-ВП. Наша ставочка заходит. Шикарная игра. Просто отличнейшая игра от команды Раконик Гейспорт. За 25 минут. Ну, это было сильно. Это было сильно. Пик реализовался полностью. Каких-то проблем вообще я не видел. Поэтому...